В белорусской копилке две медали. Золото в прыжках на батуте завоевал Иван Литвинович. Еще одна награда в легкой атлетике. Бронза у Максима Недосекова. Спортсмен повторил национальный рекорд. Впереди у олимпийцев еще целая соревновательная неделя. Уборочная кампания в стране приближается к своему экватору. Аграрии намолотили 3,5 миллиона тонн зерна. В лидерах Брестская область. Практически догнала ее Минская. Оба региона близки к шестизначному уровню. Затем идет Гродненская, Витебская, Гомельская и Могилевская. Некоторые хозяйства работают в ночную смену. Это позволяет максимально быстро собрать урожай. На 10% повысится стоимость обучения в вузах с 1 сентября. Последнее было в марте 2020. Напомним, в этом году общий план приема в 50 учреждений высшего образования около 55 тысяч первокурсников. Из них 26 тысяч на платной основе. Зачисление на бюджет завершится 5 августа. На платную форму 11 числа. В Беларуси отмечают День десантников и сил специальных операций. Военнослужащих поздравил Александр Лукашенко. Особую благодарность глава государства выразил ветеранам за патриотизм, активную жизненную позицию и участие в воспитании подрастающего поколения. 17 человек получили травмы. 5 погибли, один из них ребенок. Статистика ДТП за выходные. ГАИ напоминает, за превышение скорости предусмотрены штрафы. До 20 км в час 29 рублей, до 30 – 87 рублей. За повторное нарушение в течение года до 435 рублей или лишение прав до одного года.